Наталья Леонидовна, здравствуйте! Если честно, я возмущен обилием косметики и всякой прочей продукции компании на твоем столе. Пожалуйста, объясните, куда вам столько? Я думаю, что любой мужчина меня поймет, но давайте мы разберемся все-таки. Скажите, как можно столько брать себе продукции? Неужто она все вам нужна? Да, поделитесь, пожалуйста, может я вас пойму. Мужчины тоже и женщины с тобой согласятся. Прошу вас, как на исповеди. Ну, вообще, конечно, муж тут прикольнулся, но я решила рассказать. Мне часто очень задают вопросы, а что из косметики я беру для себя? Пользуюсь ли я вообще косметикой Арифлейн? И вот я решила показать один из своих заказов, который я сделала только что по каталогу номер 80-й кандылаки. И решила немножко рассказать о той продукции, которую я взяла для чего. И вот муж действительно мне задал этот вопрос, когда я принесла эту косметику домой. Вернее, нес-то он, конечно. И он все время возмущался, что куда столько, куда столько. И вот сейчас я хочу рассказать о том, что действительно, куда все это я взяла и для чего. Ну, вот давайте начнем с кремов для рук, которые вот сейчас являются новинкой в этом каталоге. Естественно, я как директор компании Арифлейн, я хочу для того, чтобы рассказать что-либо клиентам или консультантам всю продукцию протестировать на себе. Поэтому я взяла вот эти два крема, причем на обеих написано, на обоих кремах написано 24-часового увлажнения. А сейчас, так как лето, большое количество фруктов, овощей, мы начинаем часто мыть их, значит, очень много уборки дома. Кто-то на даче поехал, вот я, например, дачи не занимаюсь, но вот после уборки дома всегда мне требуется для рук обязательно чем-нибудь смазать, крем для рук какой-нибудь. Поэтому вот я взяла два крема для рук. Один для очень сухой кожи, вот желтенький, и для нормальной кожи. То есть я хочу их сравнить, чем они друг от друга отличаются. И вот потом вам расскажу. Значит, этот крем укрепляющий, называется этот крем увлажняющий. Ну, а кремы для рук всегда расходятся очень быстро, поэтому я думаю, что они нам пригодятся. И муж сам, кстати, будет ими пользоваться 100%. Что еще я взяла для себя? Я очень люблю серию Optimal's. И у меня комбинированный тип кожи. И у меня уже заканчивается очищающее средство, гель очищающий и тоник для очищения лица. И вот как раз компания Reflame сейчас выпустила новинки из этой серии в новых совершенно упаковках. И мне очень понравилось, что вот это средство идет с дозатором. Потому что предыдущее было в тюбике, и иногда бывало, ну, неудобно было открывать его. И вот у меня дочка уже увидела эти средства и говорит, мама, я можно их себе заберу. Поэтому мне придется их еще раз заказать для себя. Или мы будем пользоваться из одних баночек. Значит, как правильно пользоваться? Очищающий гель, он наносится на лицо, вспенивается, наносится на лицо и смывается водой. И после того, как вы промыкнули лицо полотенцем, наносится тоник. А потом можно накладывать или дневной крем, или ночной крем. Вот эти вот продукты, я их использую очень много лет. Именно вот очищающие средства из этой серии. Кремы всегда меняю. Поэтому они мне пригодятся. Ну и видите, как пригодятся и для моей дочки. Ну, из кремов. Сейчас у меня есть скидка. 35% дополнительная скидка на кремы, которые идут в каталоге. И вот конкретно сейчас я пользуюсь кремами вот этой серии Биоклиник. Она идет с эффектом лифтинга. То есть лифтинг – это подтяжка лица. Все-таки мне 43 года и хочется, чтобы лицо не обвисало. Так как она работает, этот крем работает с эластином, с волокнами эластина. И вот я взяла себе ночной крем, потому что он идет с очень хорошей скидкой сейчас. И давайте его вот откроем, я вам его покажу. То есть этот крем, чем мне он нравится, он идет с дозатором. То есть я вообще обожаю все продукты с дозаторами. Он, конечно, не дешевый, но он стоит этого. То есть вот сейчас он мне достался где-то по 400 рублей, по-моему, всего. Но, в общем, я им пользуюсь уже, мне он очень-очень нравится. Вот мужу, кстати, не очень понравилось. Он говорит, ему хочется более легкой консистенции, а он такой плотноватый. Но он хорошо впитывается, не блестит на лице. Так, ну еще один крем я заказала, серия «Коллаген». Это одна из моих любимых серий, «Коллаген 3D». То есть этот крем идет в банке. Но, как я им пользуюсь обычно, то есть он идет, например, когда я вскрою вот эту мембрану, буквально вот так вот, подушечками пальцев. И вот такое количество крема хватает для того, чтобы использовать его на лицо. То есть он очень-очень экономично идет. То есть если здесь тут сколько выдавишь, получится, а здесь можно уже регулировать. Так, вот это вот крема. Что я еще взяла? Да, дезодоранты. Вообще вот эта серия дезодорантов у нас вышла, она идет с разными крышечками. Есть для чувствительной кожи, есть 24-часового действия. Все они вот идут, антиперспиранты. Ну вот эти дезодоранты понравились не только мне, но и мужу понравились. Он, кстати, сегодня буквально сказал о том, что ему понравился этот дезодорант. Он идет без явных ароматов. Ну, то есть нету парфюмированных ароматов. Ну, и вот этот я взяла с экстрактом хлопка. Тоже наверняка обладает таким нейтральным ароматом. И у нас с этими дезодорантами пользуется вся семья. То есть они не оставляют белых следов на одежде. То есть очень-очень не нравится. Единственный вот нюанс обязательно, если даже он вот идет 24-часового действия, антиперспирант, все равно наносите только на чистое тело его. Сейчас в каталогах появилась новая серия ААЗИС. Она появилась еще в прошлом каталоге, но в этом каталоге тоже эти продукты можно приобрести. Вот взяла просто попробовать гель для душа. Гель для душа летом расходится очень быстро. Поэтому этот аромат идет, видите, если голубенькая упаковка, значит такой воздушный, ближе к водному, такой вот свежий аромат морского бриза. Так вот я бы его назвала. Поэтому взяла просто попробовать. Свежий аромат у меня любит муж. Все для него любимого. А вот это, значит, мыло, такое очень необычное. Я уже его вскрыла. Обожаю глицериновое мыло, особенно вот летом. Ну, например, семья у меня больше любит пользоваться жидкими мылами. А я люблю твердое мыло, потому что жидкое мыло, оно так долго не заканчивается. А вот твердое мыло можно менять все время. То есть кусочек измылил, и можно взять, положить какой-то новый с новым ароматом. Ну, вот этот аромат прекрасный. Я очень люблю такие восточные сладкие ароматы. Причем мыло идет вот такое тоненькое, что очень приятно держать в руке. Вот оно даже на ощупь такое классное вообще. Такое бархатистое идет. И пожалела, что взяла всего лишь один кусочек. Нужно заказать еще будет этого мыла. То есть мыло я вообще очень люблю. Ну, муж попросил, кстати, вот, кстати, Александр Анатольевич попросил заказать освежающую зубную пасту гель. Что понравилось мне лично? Классный тюбик, он прозрачный. Вообще очень люблю тоже прозрачные тюбики. Здесь даже видны вот всякие такие вот гранулы там, которые, в них, наверное, содержится мятное масло, которое освежает как раз полость рта. Пока еще не попробовали зубную пасту. Ну, мы, кстати, вот одну из зубных паст, мультиактивную, отдавали стоматологу, врачу, который сказал, что это обычная зубная паста. И, в принципе, она стоит этих денег, за которые ее предлагают в каталоге. То есть, ну, например, как пасты, которые продают в магазинах. Там, Calgate или Aquafresh, например. То есть, в принципе, пасты очень хорошего качества, одобрены Шведской ассоциацией стоматологов. Ну, и Котловская ассоциация стоматологов, может быть, частично одобрены. То есть, тот, кто пользовался, знает. Ну, и вот взяли мы попробовать освежающую, с освежающим эффектом, которая сохраняет эффект там какое-то продолжительное время. Еще пока не попробовали. Ну, вот еще один крем для Ру взяла. Не могла просто удержаться. Ну, конечно, третий крем, может быть, многовато. Ну, вот, как это мыло попробовала, как пахнет, и поняла, что крем мне стопроцентно понравится запах, пока я его отложу, использую вот эти кремы и попробую потом вот этот. Значит, что еще? У меня дома всегда есть вот такой 80-процентный гель с экстрактом алоэ. Для чего я его использую? Вот буквально совсем недавно обожгла руку сковородку. То есть, очень быстро снимает вот этот эффект сжения после ожогов. Или маслом, например, иногда бывает брызнет со сковороды там на руку. Или можно его использовать еще как средство против раздражения. Предположим, вот мужчины иногда бывает вреются и ощущают раздражение после бритья. Поэтому вот можно рекомендовать этот гель 80-процентный алоэ даже для мужчин, потому что он очень хорошо успокаивает кожу. И вот в моей практике был такой случай, даже не в практике, в моей жизни был такой случай. Однажды у меня ребенок упало в крапиву, причем полностью, вообще половина тела. Ну, то есть она на бок просто с крыльца упала. И мы привезли ее домой, у нее лихорадка, ее прям колотит. Значит, она очень плачет сильно. Мы звоним в скорую. Скорая говорит, смажьте тело спиртом. Ну, была водка дома, намазали, ничего не помогает. Значит, звоним снова докторам. Доктора говорят, зачем спиртом, давайте мажьте кожу там облепиховым маслом. Масла нет в доме. А я как мама, у мам же у них инстинкт срабатывает материнский. И я начинаю лихорадочно думать о том, что снимает ожоги, что снимает ожоги. Ну, вот пантенола не оказалось, потому что было поздний вечер, аптеки все закрыты. И вот я вспомнила про этот гель. Он у меня всегда куплен, тюбик, его очень надолго хватает, потому что он расходуется только по какому-то специальному назначению. Я вот этот тюбик нашла его. Мы полностью смазали ребенку все тело. Нашей дочке было тогда 3,5 года еще. И, вы знаете, она уснула сразу. То есть, вот хотите верьте, хотите нет, на следующее утро встало ни одного волдыря нет. То есть, вообще, абсолютно чистейшее тело. То есть, вот это случай из моей практики. Поэтому, вот это средство я рекомендую, чтобы у вас было у каждого в доме, потому что оно такого много целевого назначения. Поэтому, у меня вот оно закончилось, я взяла себе новенькое. Как раз оно со скидкой тоже идет. Ну, а вот без этого средства сейчас летом, конечно, вообще не обойтись. Это у нас идет гель антибактериальный для рук. То есть, если вы куда-то отправляетесь в поездку, например, поехали на дачу. Вот у нас был случай тоже. Мы ехали на дачу, по дороге на заправке купили мороженое. И мороженое-то съели, руки все сладкие, липкие. Помыть негде руки. И вот мы буквально капельку этого геля, то есть, ее достаточно, вот этой капельки, и вы растираете, и руки становятся абсолютно чистые. То есть, вот у него очень приятный мандариновый аромат у этого геля. Руки становятся сухие, чистые. Это единственное, значит, не в рот руками, чтобы вот маленькие дети, если, например, вы будете что-то кушать, или, предположим, маленькие дети тянут руки в рот, то будет горько очень. Поэтому не рекомендуется вот что-то кушать потом этими руками. Ну, если вы кушаете столовыми фирморами, то тут страшного ничего нет. Поэтому вот это средство, оно надолго его хватит, оно на 50 применений, по-моему. Здесь 50 миллилитров в этой упаковочке. И вот для путешествия оно незаменимо. Ну, и в женской сумочке всегда можно вместо влажных салфеток носить вот этот гель. Из новинок вот что еще я для себя взяла вот как раз на последней страничке каталога. Сейчас идет средство для интимной гигиены смягчающее. Причем это новиночка. Мы еще не пользовались им. Но вот взяли для того, чтобы опять протестировать. Очень достойная цена, 99 рублей. Для консультантов это гораздо дешевле. Поэтому вот взяли для тестирования это средство. И вот у меня муж даже когда-то этим средством брился вроде бы, да. То есть оно тоже обладает успокаивающим эффектом. Можно и телом мыть им. Не обязательно только для интимных зон оно подходит. Ну, вот вещь очень хорошая. Можно даже вместо геля душа использовать. Причем он даже в офисе сидел и высчитывал, что выгоднее взять. Средство для интимной гигиены или гель для душа. Ну, и вот тальки. Тальки тоже это неотъемлемая вещь для меня в летний период. Почему? Потому что тальки это как пудра для тела. То есть для чего они хороши? Их можно использовать на всех трущихся частях тела. Значит, женщины полные меня поймут. И как использовать как пудру для тела. То есть, например, летом туалетной водой пользоваться очень тяжело. Когда особенно жара, там за 30 градусов. И можно использовать это средство как пудру для тела. То есть тело будет обладать приятным ароматом. Очень бархатистая будет кожа. То есть он очень красивый придает такой бархатистый оттенок кожи. Хотя он прозрачный. Он идет как порошок. То есть вот покажу примерно. То есть вот такой вот идет как порошочек. То есть и вот вы его наносите на тело. И оно с разными ароматами. Вот этот цветочный аромат идет. Тут вот по-моему пион нарисован. А это вот идет зеленый аромат. То есть запах такой травы, бамбука. Вот что-то из этого. Я сразу беру две штуки. Потому что я их очень расходую всегда много. Значит, что еще можно куда их использовать? На ноги, например. Пион будет ацербировать выделение ног. И особенно те, кто не любит мятные ароматы. Потому что есть специальные тальки для ног. Но они обычно обладают таким мятным ароматом ярко выраженным. То есть вот такой тальк вполне подойдет. Из декоративной косметики, что я взяла. Палитру теней. Вот такую вот. С такими лесными теплыми оттенками. У меня есть такая палитра холодных оттенков. И была теплых оттенков. Но вот дочь попросила себе. И вот я ей отдала себе. Просто взяла еще одну палитру. Мне она очень нравится. В этом каталоге появились тени. Стойкие кремовые тени. Которые отсутствовали после некоторого непродолжительного периода. То есть их несколько каталогов не было. И вот эти тени мне, я когда-то их брала, когда они были еще новинкой. Мне не очень понравились. Они очень стойкие. То есть они держатся в течение, вот как вы накрасите утром, так в течение дня вы их проносите. Несмотря на то, что они кремовые идут. То есть у них есть вот такая кисточка мягкая аппликатор. И при нанесении, вот чем мне еще понравился этот оттенок. Видите, я сразу две штуки себе взяла. Потому что вдруг, если закончатся, и снова пропадут из каталога, чтобы у меня был второй запасной вариант. И вот, значит, я нанесла на руку себе. И можно их растушевать. Если вы сразу нанесли, они будут очень-очень легкие. Такой оттенок. А можно оставить, они будут более интенсивного оттенка идти. Но вот мне нравится очень такой нейтральный оттенок. Подходит абсолютно к любой одежде. Очень стойкие. Легко наносятся. Классно растушевываются. Вообще изумительные тени. Есть в каталоге представлено несколько оттенков разных. Ну вот эти мне понравились больше всего. Там есть и более светлые, есть и более контрастные оттенки. Ну и с декоративной косметики я еще взяла себе тушь. Значит, это тушь Supreme из серии Giordani Gold. Сегодня, вот, кстати, я ей уже покрасила глаза. И она обладает таким, знаете, и эффектом удлинения, и придает объем. То есть, что мне очень понравилось. Такая необычная кисточка. Видите, она идет такой формы. Если мы на стену найдем, например, посмотрим. То есть, у нее такая выпуклая форма. Она пластиковая. Вот многие женщины не любят пластиковые кисти. Но пластиковые кисти позволяют более сделать разную конфигурацию. Именно выгнуть ее так, как невозможно выгнуть щетинистую кисть, например. Поэтому, и, естественно, уже эффект от нанесения туши будет разный. Поэтому, не бойтесь, берите вот эту тушь. Очень хорошие отзывы о ней. Я уже беру ее не первый раз. И она очень нравится многим женщинам. Значит, что еще я себе взяла? Обожаю карандаши Giordani Gold. То есть, взяла три разных карандаша. Значит, серый, зеленый и голубой. Почему три разных? Потому что у меня такой цвет глаз. Он такой зелено-карий. И мне подходят, что теплые оттенки, что холодные оттенки карандашей. Ну, вот один сегодня я уже оттенок попробовала. То есть, и вот они идут вот такие. Они очень мягкие. Они классно затачиваются. Значит, вот давайте покажем на белом фоне. Немножко, вот видите, уже средний карандаш я уже им попользовалась. Значит, вот это у меня зеленый. Это серый и это синий. И что еще хорошо? У этих карандашей есть кисти. То есть, можно не только нанести, но и можно еще растушевать. Поэтому вещь классная. Хватает их надолго. У них очень экономичный расход. А если еще три штуки берешь, так вообще надолго хватит. Потому что разные все время будете использовать. Поэтому вот взяла три еще карандаша. Ну, и для души взяла две туалетных воды. Очень хотела взять вот эту VivaCity воду. Она была в прошлых каталогах. Это свежий такой, знаете, свежий аромат на повседневку. Очень, видите, чем светлее бутылочки аромат, тем он свежее. И если мы говорим о розовых оттенках, то это для романтичных натур. И вот VivaCity это для тех, кто любит движение, для тех, кто активен. Поэтому, в принципе, вода, похоже на образ воды, похож очень на мое внутреннее состояние. Не могла, конечно, удержаться. И мне очень понравилась. Вот здесь есть защитная пленка. И когда я пробовала эту туалетную воду, мне очень понравилась она. Поэтому я решила взять ее себе. Это вода, которую представляют Тина Канделаки. Она для деловых, для энергичных женщин, для королев. А каждая женщина хочет себя считать королевой. Поэтому вот такую водичку взяла. У нее сладкий. Такой, знаете, сладкий, немножко с чуть-чуть с табачным акцентом аромат идет. Очень классный, вечерний. То есть, если этот на повседневку, то этот на выход будет. Или, предположим, пойти куда-то на деловую встречу. Очень-очень вообще аромат понравился. Да, и вот напоследок в этом каталоге, где-то у нас в распродаже. Вот здесь вот в каталоге вкладыши или в каталоге дисконта. Я увидела вот эти очки. Вот они здесь. Всего 199 рублей. Очень классные очки. Отличные стекла. Причем стекла, конечно, не из стеклянной, из пластика они идут. Но они настолько комфортные. Вот форма очков мне подходит. Причем они отлично сидят. Закрывают полностью все глаза. То есть, не попадают солнечные лучи. У них очень высокая степень защиты. 400 это максимальная степень защиты от солнечных лучей. И в них, когда ты смотришь на солнце, ты даже не морщишься. И самое главное, они не изменяют цвета. То есть, иногда бывает, покупаешь солнцезащитные очки и смотришь, цвета искажаются. А вот эти, они сохраняют все цвета. И у меня это уже не первые очки именно вот такого плана. Хотя немножко устаревший такой дизайн. Но мне они нравятся по качеству. Они мне идут. Поэтому вот тоже себе взяла. И очень достойная цена 199 рублей. Это еще не все. Я сейчас сидел и думал. Ничего себе, красота это страшно сотратная сила. Да. Два продукта, которые я могу попользоваться. Я уже тут сказано. И 22 жене. А что бы ты для себя выбрал? Ну, муж мой скромный, он ведет эстетичный образ жизни. Он говорит, мне достаточно пены для бритья. А всем остальным я попользуюсь у тебя. Поэтому он может смело взять и гель для душа, и мыло. И, ну, туалетной водой, конечно, он не душится. И почесал в затылок, сказав, за удовольствие надо платить. Он попрощался и выключил камеру. Заказывайте продукты из каталога. Пока он еще действует. До 22 июня. С вами была Наталья Невсорова. Очень было приятно с вами пообщаться. Задавайте вопросы, если у вас такие возникли. Всем пока.